Доброе утро! Недельная глава ИТРО. Уникальная глава, рассказывающая нам о соединении зрения и разума. Давайте об этом поговорим. Очень многие видят одно и то же, но понимают по-разному. Вы даже обратите внимание, в каком-то разговоре собираешься с людьми, что-то один рассказывает, все остальные через два дня рассказывают разные вещи. Один слышал одно, второй, другой, третий и третий. Очень часто оказывается, что все слышали одно, а понял один. ИТРО стал величайшим человеком по одной простой причине. Он услышал о рассечении моря, пришел в стан Израиля, и его именем названа глава Торы. Наша недельная глава. Кто бы отказался от такой величайшей награды? Есть еще второй персонаж, очень интересный, о котором мы сегодня поговорим. Это Рахав. Женщина, которая спасла двух еврейских разведчиков, которые пришли в Иерихон, и которая была, ну так скажем, в нашем понимании, не очень хорошего поведения. Вот эти люди, получившие награду за хороший слуг и понимание. Давайте разберемся с этим. Рахав, да? Это уникальная женщина. От замужества своего произошло восемь пророков. За что? Что она такого сделала? Все в заслугу единственного одного, что она могла постичь настоящий смысл великих событий. Что она сказала, когда увидела разведчиков и спрятала их? Ибо слышали мы, как иссушил Господь перед вами море суб. И вы вышли из Египта. Но все вокруг тоже слышали это. И на них это тоже, наверное, произвело какое-то впечатление. Но сделать правильные выводы они не смогли. И не только из-за того, что они недостаточно пытались осмыслить происходящее. Заняты были. Кто-то там сериал смотрел, кто-то, у кого-то проблемы с семьями. И они не додумали. А она додумала, поняла и сказала. Это же говорят наши мудрецы об Итро. Что повлияло на его приход в народ Израиля? Известие о рассечении моря и войне о Израиле с Амалеком. Все вокруг слышали об этом. Так же, как и он, как все остальные. Но только Итро в силу своего величия смог сделать важные выводы. Способность постигать великое. Это только часть работы великой души. Если человек не развивает свою душу. Вот мы смотрим, каждый день мы видим мир. Кто-то видит просто проходящих людей трамвая. А кто-то видит руку Бога. Посмотрите, какие удивительные смыслы вообще в этой главе. Давайте я расскажу вам. Итро, который служил идолом на земле, возвеличил Творца и сказал. Теперь познал я, что Господь выше всех богов. Потрясающе. Рахав возвеличила Творца под небесами и сказал. Ибо Господь ваш есть Бог на небе, наверху, на земле и внизу. Маше, великий Маше Рабейду, возвеличил Творца над всем творением, сказав, познайте же ныне, положи на сердце, что Господь Бог твой на небе, наверху, внизу и так далее. Посмотрите, какой удивительный смысл. Рахав, о которой сказано, что ей не было равных в мастерстве разврата. Итро, о котором сказано, не было в мире идола, которым он был не служил. Он был глава всех этих, как папа римский этот великий. Но при этом Медраш их ставит рядом с Маше в способности восхвалять Творца. Фантастика. Однако мудрецы так не считают. Они считают наоборот. Показывают нам, насколько человек способен подняться от преисподней до духовных вершин. Возвысится настолько, что будет достоин упоминания рядом с великим Маше после той грязи, в которой он находился. Вот Иошуа, второй в величайшем народе после Маше, нашел правильным женился на Рахав после того, как она прошла Геюр. И Всевышний одобрил это решение. Повторяю, от этого брака произошли восемь пророков народа Израиля. Словами Медраша до нас доносят, насколько велика сила раскаяния, приближения к Всевышнему. Как сказали об этом наши мудрецы, в том месте, в котором стоит раскаившийся, даже праведнику невозможно находиться. Они сообщили нам важнейший принцип. В мире, после греха Адама, даже оступившись, можно продолжать свой путь, раскаившись. Надо понять одну вещь. Если мы позволим прошлому давить на нас, или будущему запугивать нас, то что останется от нашего настоящего, от нашей сегодняшней жизни? Надо улыбаться и жить сегодня. Религия должна стать, ну духовная, должна стать для нас ежедневным каким-то куском, частью нашей жизни. Если ее не применять, то она абстрактна. Расскажу короткую мазь. Шел однажды Равин и Меловар. Меловар говорит, что толку в вашей религии? Посмотри, сколько бед, страданий в мире не помогают ни тысячи лет познания добра и правды, справедливости, ни излучения Торы, ни мудрость праведников, ни высокие идеалы пророков. Что это? Что тогда ваша вера дает? Муравин молчит, проходят они чуть дальше, видит ребенок в сточной канаве, грязный весь, перепачтанный. Говорит ему Равин, посмотри на ребенка, ты говоришь, что мыло людей от грязи отмывает, но он весь грязный. Что толку в твоем мыле? Его в мире хоть отбавляй, а ребенок остается грязным. Вот я и спрашиваю, разве помогает мыло? Раби говорит, мыловар, но мыло может помочь только если им пользоваться? Во, сказал Равин. Так же и с религией. Она не помогает, если ей не исповедовать изо дня в день. Она становится абстракцией. Знаете, сказано в Торе очень интересные слова. Да не будут у тебя божества чужого. Так вот, Раби Мендерис Котска дал потрясающее уникальное толкование этим словом. Да не будет Бог чужим в твоей душе. Очень важно, чтобы Бог не был чем-то абстрактным, не был чужим. И вот тогда открываются совершенно другие горизонты. Брахавы от слоха. Всего самого-самого лучшего. Держитесь в этом холоде.